Добрый день, господа! Начинаем наш выпуск, посвященный фундаментальному анализу. Это короткое видео. О нем я буду рассказывать вам о событиях данной недели, которые важны с точки зрения движений на рынке, за которыми нужно следить. В основном это новости, статистика макроэкономическая. И вот у меня открыт календарь на экране. Я увеличу шрифт. У нас сегодня 17 апреля. И на 17 апреля у нас особо важных новостей, я бы сказал, нет. Единственное, вот тикс, так называемый, Net Long Term Tick, это потоки в казначейские облигации, в долгосрочные казначейские облигации США. Они отражают интерес иностранных инвесторов в облигации Соединенных Штатов долгосрочные, опять же, и влияют на доллар. Но давно этот макроэкономический показатель не отражается на рынке, так или иначе. Он, конечно, влияет на потоки в доллары, но вот в моменте следить за ним, несколько лет мне уже не приходилось обращать внимание на этот индикатор. И тем не менее, если вдруг он выйдет не таким, как его ожидали, хотя здесь нет ожиданий, то будьте к этому готовы. Итак, завтра, во вторник, у нас рынок жилья. Это начало строительства, разрешение на строительство. Показатель, опять же, не столь актуальный в последнее время. После 2008 года он был достаточно актуальным. Собственно, и кризис последний начался с ипотеки, с рынка недвижимости, жилья. И все же рынок восстанавливается медленно. Он даже не дошел до, может, превысил половину того, что было до кризиса в 2007 году. По крайней мере, никаких индикаторов, никаких намеков на то, что на рынке что-то плохо мы не видим. Ну, оно и понятно, рынки близятся к своим максимумам. Я даже думаю, макроэкономически мы уже на пике. Но об этом позже. Промышленное производство тоже важности не представляет, но мы никогда не знаем, где грянет, где слабо там рвется, но мы не знаем, с чего начнется нынешний кризис. Так что, возможно, это будет кризис перепроизводства, или кредитования, опять же, или еще чего-то. Так что следить нужно за всеми данными. И особо это актуально на минимумах и на максимумах рынков. Вот сейчас я считаю, что и экономический цикл, и рынки, фондовые индексы, собственно, достигли своих максимумов. Может, они и дальше вырастут, но они находятся однозначно не где-то в середине. Так что нужно следить за всеми данными с тем же интересом, что и в 2008-2009 году, когда мы ждали дна, когда мы ждали, пока экономическая статистика нам покажет, что экономика развернулась. Но вы знаете, рынки никогда или почти никогда не следовали за экономикой. Все было с точностью наоборот. Сначала разворачивались рынки, и потом уже экономика показывала или восстановление, если это был пик, или разворот, если это был, то есть наоборот, восстановление, если это было дно, или разворот, если это был пик. В среду у нас нефть. Вот это достаточно важно для тех, кто торгует нефтью. Я бы сказал, наверное, один из самых важных периодов сейчас, самая важная неделя, потому что близится заседание ОПЕК. С одной стороны, с другой стороны запасы очень долго росли бурными темпами. Вот в последний раз они вышли ниже. Вот у нас здесь должно быть где-то написано. Да, минус 2 миллиона 170 тысяч баррелей. Хотя это мизеры на фоне того роста, что наблюдался в марте. Так что именно эта неделя достаточно важна, чтобы понимать, насколько этот разворот является разворотом. Потому что, насколько я помню, это первые негативные цифры после бурного роста или вторая цифра, но такой же мизер был. По-моему, полтора миллиона был рост, а до него было 237 тысяч, если я не ошибаюсь. Так что сейчас важно понимать, разовый был выхлоп, разовое было снижение запасов или все же коммерческие запасы в США достигли своих пиков, и дальше их просто некуда наращивать. Ну, четверг и Мишел Клаймс. Тут ничего важного не вижу. Филадельфийский Фед может быть важен, ждут снижения достаточно сильного. Вот есть leading indicators, индикатор, который отражает, ну, он называется ведущие индикаторы, отражает по совокупности нескольких индикаторов, показывает, что будет происходить в будущем. Я не помню, чтобы кто-то на него обращал внимание, но вот если вы кликните, методика описана, в принципе, понятно, как его рассчитывают. Не сказать, что какой-либо из крупных инвестдомов или аналитиков обращает на этот индикатор внимание, но вот и тем не менее его публикуют. В четверг тот же газ, и пятница закроет наш календарь. Existing Home Sales – это вторичка. Ну, вторичка еще менее важна, чем первичный рынок. Так что вот такая скучная неделя, но скучать не придется. Давайте переключимся на календарь Admiral Markets. У нас тут, во-первых, вышел ВВП по Китаю. Ничего интересного особо, 6,9 после 6,8. Но это низкие для Китая темпы роста. Когда-то было 11,7. Так что не приходится говорить о том, что рост действительно является ростом, потому что всего на 0,1%, да и все равно уровни низкие. Почему важен Китай? Потому что последние два обвала на фондовом рынке, мы Brexit и Трампа не считаем, это были разовые, дневные какие-то движения внутридневные. Последние два крупных, но относительно крупных обвала в пределах 5-10% начались именно с переживаний инвестора по поводу Китая. В квартальном измерении ВВП дал сбой 1,3 вместо 1,6. Все же данные, да, скорее слабые, но текущие данные слабые. Все еще остаются слабыми годовые темпы роста экономики Китая. Минутки по Австралии для тех, кто торгует австралийским долларом. В последнее время минутки достаточно важны. Мы видели последние минутки Банка Англии. Сюрприз голосования было, один человек голосовал за повышение. Мы видели протокол заседания, ну, те же минутки ФОМК, да, ФРС. Тоже сюрприз. Баланс будут сокращать, пока не сказали, когда и насколько, но думают об этом. Так что те, кто торгует австралийским долларом, могут увидеть сюрприз и на минутках Резервного банка Австралии. В чем заключаются изменения? Не в том, что каждый банк решил удивить нас. Нет, просто время такое, время перемен. Монетарные власти, центральные банки часто склоняются к тому, что уже пора менять что-то. Ситуация изменилась. Восьмой, девятый, десятый год позади. Это уже история. Экономика дошла до таких уровней развития, что нужно поднимать ставку. И вот мы видим поэтому эти изменения на протоколах заседания. То есть это первые цветочки. Дальше Consumer Confidence не думают, что столь важен по Европе. Ну и собственно все. Ничего интересного на этой неделе по макро не будет. Что хотелось бы еще в двух словах. Ждем комментариев от ОПЕК, от представителей стран, членов, входящих в картель. Потому что времени остается мало. Они должны уже дать о себе знать. Комментарии должны поступать. Что будет делать ОПЕК. Как будет бороться с тем, что американцы завалили нефтью рынок. Будет ли продление тех низких квот. Или все же... Пока рано о чем-либо говорить. Но ждем, ждем комментариев. Что еще важно на этой неделе. У нас через две недели уже будет заседание ФРС. По-моему, 3 мая. Давайте глянем на статистику. Да, я еще хотел бы показать, что происходит на нефти. Вот у нас по нефти хороший отскок получили на переживаниях по поводу ОПЕК. С одной стороны, это такая фундаментальная новость была. И были еще проблемы на Ближнем Востоке. Геополитическая премия снова на рынке. Снова рынок вкладывает в цену на нефть некую военную премию, боясь, что на Ближнем Востоке случится нечто. Сейчас дальше. Переключу. Так, это календарь у нас было. S&P тоже пробил эту важную линию. Он долго не мог пробить. Пытался, пытался, пытался. И, наконец, мне кажется, пробил. Посмотрим, чем это закончится. Если будет отскок, я не удивлюсь. Но если пробой, то все. То понятно, что мы уйдем хотя бы на 23.6, 2260, 2270. Дальше можно и более глубокую коррекцию дать. Благо, основания для этого есть. То есть, та коррекция, которая давно назревала, не было особых причин. Сейчас они есть все-таки. И по фунту я предупреждал, что мы находимся в треугольнике. Скорее я склоняюсь к тому, ну это было на вебинарах, где я мог еще предупредить, или в аналитике на сайте Admiral Markets. Я предупреждал, что мы скорее пробьем верхнюю границу, верхнюю линию трендовую, нисходящую. Потому что инфляция куда важнее, чем всякие брекзитовские переживания, которые уже давным-давно в цене. А инфляция в Британии не древле. То есть, если ФРС не будет нас пугать страшилками, то курс фунт USD скорее пробьет верхнюю границу и устремится куда-нибудь на 1,28, а то и на 1,30. Так что пока этот сценарий более близок все-таки к исполнению, к реализации. Следим за ситуацией. Как только мы пробьем вот предыдущий максимум, я бы покупал с очень близким стопом и надеялся на то, что и инфляция в следующий раз, и члены Банка Англии не подведут. Точнее, члены Комитета по монетарной политике Банка Англии, так будет точнее. Итак, вот три наших основных актива на неделю. Календарь мы рассмотрели и на сайте Admiral Markets, и на брифинге. Всем вам желаю хорошей недели. Завтра у нас во вторник будет вебинар. Всех приглашаю на обзор, недельный обзор всех активов, событий, фундаментальных данных. И в четверг сразу объявлю, у нас будет такой тематический семинар о том путь трейдера, как я его проходил. Благо я 18 лет на рынке и будет вам рассказать много всего интересного. Даже самому интересно все это собрать, все переживания, ошибки рассказать. Жду всех вас и во вторник на вебинаре, и в четверг следите за новостями. Точные данные и даты, и время начала есть на сайте Admiral Markets, вот в разделе обучения вебинары. Спасибо, это был Фред, жду вас во вторник. Продолжение следует...